Предвыборная кампания в Бельцах в самом разгаре. Борьба идеи и мнений. Сегодня за чашкой кофе мы поговорим с кандидатом в примары Максимом Бурдужей. Максим Бурдужа. Родился 11 октября 1977 года в Бельцах. Закончил среднюю школу номер 20. Ныне теоретический лицей имени Василия Александрия. Имеет высшее образование. Общественный активист-предприниматель. Проживает в Бельцах. Есть румынское гражданство. В последние годы активно занимается общественной деятельностью. Участвует в публичных обсуждениях городских проблем, деятельности общественных организаций в области экологии и городской инфраструктуры. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Наверное, все наши разговоры в последнее время и в привере этой предвыборной кампании мы начинаем с одного и того же, что вы, будем так говорить, на бельском политическом реале, вы личность достаточно неизвестная, такая темная лошадка. Что же побудило вас заниматься политикой и почему вы решили баллотироваться на пост примара в Бельце? Во-первых, я не занимаюсь политикой. Я считаю, что это конкурс на вакантную должность. Так как наш примар сложил свой мандат преждевременно, у нас производятся выборы примара. И это как бы горожане выбирают нового администратора над их имуществом, чтобы администрировать дела города. Любой гражданин в нашем городе имеет право себя заявить на эту вакантную должность. Я не собирался вообще заявлять, так как я являюсь гражданским активистом. К сожалению, мало кто меня знает, потому что некоторые телевизионные, ну, масс-медиа местные, они очень освещают деятельность гражданских активистов. Это очень плохо, потому что гражданские активисты, из которых я являюсь, мы поднимаем действительно актуальные темы в нашем городе. И считаю, что это хорошая возможность рассказать о тех проблемах, о которых мало говорят, или о тех стремлениях, которые имеет гражданское общество и старается решить вопросы. Так как многие мои друзья сказали, что я бы мог попробовать себя, и не только попробовать, они даже видят во мне реального кандидата в примар и примара в будущем. Через уговоры, которые были ко мне, я все-таки согласился, видя поддержку со стороны группы добрых друзей, людей и гражданских активистов. В принципе, действительно, институт гражданских активистов у нас, наверное, не столь развит и, наверное, не столь освещаем, тогда как в Европе. Это прям, можно сказать, чуть ли не мейнстрим. Но скажите, вот как раз мы к этому подошли, какие преобразования вы готовите для Бельс, если станете примаром? Ну, во-первых, меня очень сильно волнует очень низкий доход самого нашего бюджета и высокие расходы. И первым делом, которое я считаю, что очень стоит на него обратить внимание, это превратить наши отходы, которых очень много, где-то около 40 тысяч тонн, в прибыль для города. Примерно я оцениваю это на 100 миллионов. Я думаю, что можно еще больше выиграть, если мы сможем привлечь отходы с ближайших районов, из полей биомассу. То есть для того, чтобы снизить расходы на отопление для госучреждений, садики, школы, больницы и другие здания, снизить расходы и для жилого сектора, это квартиры, то мы можем использовать местную энергию, которая будет производиться из биомассы и отходов, которые мы выбрасываем, бытовые отходы. То есть это огромный запас энергии, который мы просто на него не обращаем внимания, так как есть уже современные установки по сжиганию мусора, спиролизом или по сжиганию пеллет, которые имеют высокий КПД, 94-98%. И это приводит к тому, что стоимость гигакалорий может снизиться на 30-50%. И сегодня это очень больная тема для всех бельчан. Почему это очень важно для нашего города? Потому что любой населенный пункт, который сохраняет финансы и производит что-то на месте, не тратя деньги на покупные энергоресурсы или другие какие-то продукты, товары, он увеличивает объем денежной массы внутри этого населенного пункта. И, соответственно, это приводит к экономическому росту и развитию взаимозачетам, расходам друг к другу. То есть, когда у людей есть деньги на руках, ну, допустим, вам бы пришло половина меньше за отопление. Вы на эти деньги пошли бы, их потратили и сделали бы работу для каких-то там кафе, ресторанов, магазинов. Ну, это такая зеленая энергетика, да, насколько я понимаю? Ну, вообще, проблема экологии – это первая проблема, которая меня интересует. Я являюсь экоактивистом и действительно очень болею за наш город, потому что в нашем городе много-много лет ничего не меняется в этом отношении. И многие поднимают вопрос, но я не просто поднимал этот вопрос с 2015 года, когда обратился к работникам, примариевице, примарам и сказал, у нас мусорка очень сильно травит наш город, потому что дым доходит и до Паментена, и до Бамы, когда попутный ветер, так сказать. Почему не решить этот вопрос? В 2016 году был проект «Зеленое сердце», в котором я предложил благоустроить платформу по сбору мусора на селекции, там, возле школы Спиридон-Ванкели, с селективным сбором, раздельным сбором мусора. Когда-то, в 2000-х годах, я занимался сбором вторсырья. И я прекрасно понимаю, какой объем можно собрать полезного вторсырья и сдать его, получив за это деньги, уменьшить расход на выброс мусора. То есть это может заниматься и предприятие частного характера, это может заниматься и муниципальные предприятия. У нас есть и те, и другие предприятия, которые как бы частично этим занимаются. Но нам, горожанам, интересно, чтобы меньше платить за мусор всем. И плюс к этому получить из этого мусора прибыль. И если мы, допустим, сможем всю биомассу, которая вокруг города заросла, превратить в полезный источник энергии, и это потом превратится в денежную массу, которая поступит в бюджет или в каким-то предпринимателям, я думаю, будет польза для всех. Источник энергии. Вот в Европе в последние десятилетия все-таки это была очень популярная вещь. Но, как оказалось, в последнее время вся эта зеленая энергетика, она чуть себя не оправдала все равно. Это неправда. Дело в том, что переработку мусора поставили как цель многие европейские страны, и в некоторых оно дошло 45%, допустим, как в Франции. У нас даже 5% нет из того мусора, который мы выбрасываем. Если говорить о биомассе, да, частично я с вами прав, что привезли котлы, установили, но КПД не тот, или сырье не то, или есть какие-то подводные камни, надо выбирать лучшую технологию. Я являюсь специалистом в строении печей, проектировании топок и печеном отоплению домов. Я изучал разные технологии, разные установки, и самое лучшее на сегодняшний день изобретение, оно является в Румынии, изобрел ее Ильян Хорнет, он прошел все уровни проверок, тестирования. Даже его нормы по выбросам превосходят ужесточенные европейские нормы в 2-7 раз. То есть они намного чище выбросы вот этих отработанных газов, выхлопных газов из этих установок. Настолько чистый дым там. И практически за счет этого мы решаем вопрос эффективности и окупаемости. Сама установка, если на наш город я разговаривал с изобретателем Юлианом Хорнетом, он говорит, вашему городу нужен проект на 40 тысяч тонн в год, и это будет стоить 20 тысяч евро, и я ему задал вопрос, за сколько времени может окупиться. Если вы мусор будете получать бесплатно, но не платить за него, за то, что мы его вывозим в Пелечена, а мы его сами переработаем в пеллеты, то мы можем окупить минимум за год. Максимум, если будем использовать осадок с очистных, и это тоже проблема наша городская, то есть осадок из очистных превращается в пеллеты, и также в установки, в реакторы по пиролизу устанавливается, он дает окупаемость за 6 лет. То есть мы даже из осадков с очистных можем получать пользу для города, для отопления и на электроэнергии, и горячей воды. То есть это все есть, оно уже работает, у него больше 700 установок есть сделанных, и которые уже показывают свою эффективность на трех континентах. И я считаю, что нужно обратить на эту технологию внимание. То есть все, что самое лучшее, самое современное, оно действительно быстро окупается и приносит доход. Почему бы горожанам не решить свои вопросы? Потому что через это, это первый пункт моей программы. Я его назвал «Чистый город, богатые величане». Вот знаете, сразу возникает один вопрос, не только у меня. То есть «Чистый город» – это главный лозунг вашей предвыборной кампании. Нет, лозунг моей кампании называется «Примар из народа, примар для народа». То есть первый пункт – это «Чистый город». Чистый город. Вот во всех соцсетях в основном пишется, что про «Чистый город». Ну, не были внимательны журналисты. Наверное, скорее всего. Но, то есть, хорошо, первый пункт. То есть если вы считаете, что если в городе станет намного чище и аккуратнее, то есть от этого сразу все проблемы… Нет, я считаю, что… Или даже с этой переработкой мусора, то есть если мы возьмемся с этого… Параллельно, да. Параллельно с этой проблемой нужно тут же заняться и другими большими проблемами. У горжан нету доверия к тем, которые были у власти, или тем, которые есть сейчас в руководящих должностях. Это недоверие дошло до того, что люди даже не хотят уже идти на выборы. То есть никому не доверяют. И в соцсетях, и повсюду люди говорят следующее. Опять хотят кормушки. То есть это мнение людей, и я, к сожалению, в ихнем роду, потому что у меня такое же мнение. Хотелось бы изменить положение вещей. И другим пунктом из моей программы является транспарентность, которой не хватает нашему городу. Реальная транспарентность. Не просто там чуть-чуть, да, есть, мы лучшие, мы первые, но среди полной темноты по транспарентности в Молдове мы лучшие. То есть на двойку, на тройку мы тянем, но не на пятерку, так сказать. Это по-российски, да? По моим старым баллам, я говорю так, в среднем. Вот вторым пунктом в моей программе являются земельные сделки у бельчан на виду. То есть у нас есть имущество, это земля, это помещение, это квартиры, это все, что является публичной собственностью, оно должно быть проведена инвентаризация. Это даже в законе публичной администрации написано, что примар этим занимается, и практически там это 200 счет есть. Но проблема в том, что мы об этом не знаем. До людей эта информация не доходит. Согласно 34 статье Конституции, мы имеем право получать всю информацию, связанную с доступом информации касательно публичных денег и публичного имущества. То есть конституционное право не соблюдается в нашем городе. Если мы запрашиваем информацию в примарии, нам приходится долго ждать и часто получаем отписки. Еще в 2015 году я и с одним горжанским активистом написали просьбу к примару Ренату Усатову, в котором просили создать условия для ознакомления со всеми документами, со всеми решениями, все, что касается публичной собственности. К сожалению, получили отписку и до сих пор у нас нет этого доступа. Что предлагаю я? Мое предложение следующее – создать реестр публичного имущества. В этом реестре мы записываем каждое здание, каждую квартиру, каждый участок земли, неважно в какой он находится назначение. Либо это зеленая зона, либо это построительство, либо это еще какая-то зона. Но этот участок должен быть расписан по нескольким пунктам. То есть он должен показывать свою площадь, если он сдан в аренду, если он сдан на какой срок, на какую сумму, и другие информации связаны с этим. Если этот участок приносит убыток, мы также должны это видеть. И плюс, чтобы была еще карта, где он находится, не просто там такой-то номер кадастровый и количество квадратных метров. То есть гражданин должен быть достаточно информирован и грамотно информирован, чтобы он понял, допустим, приходит молодой величанин, хочет открыть дело, и он ищет участок под аренду, и он не может получить эту информацию. Может, у него хорошая идея, может, хочет развивать новый бизнес, открыть. Мы должны помочь новым молодым бизнесменам, предпринимателям развиваться. Ну, знаете, Максим, все эти идеи, о том, что вы говорите, они, в принципе, очень хорошие. Но мы тут сразу, наверное, утыкаемся, наверное, будет так правильнее сказать, в одну интересную факту, политическую какую-то составляющую. Давайте посмотрим, реализовать все эти идеи, конечно, возможно. Но ведь Бельцы, начнем с того, что Бельцы многонациональный город, где в основном в обиходе русский язык. Вы же представляете партию, которая отличается радикальным подходом к кунире. Я не представляю партию. Я не говорю, что вы возглавляете, но вы ее представляете. Меня партия выбрала как кандидата. Выбрала, то есть, в любом случае, как гражданского активиста. В любом случае, эта партия поддерживает вас. Эта партия отличается своим радикальным подходом к кунионизму. Не будет ли это вам мешать, и как жители города это воспримут? Вы знаете, я считаю, что все эти политические представления разных политических движений, они на самом деле в большей части являются даже, сказал бы, лицемерными. То есть, до выборов мы так деремся, за то, чтобы занять места в муниципальном совете, в парламенте или вместо примара. А после выборов мы так дружим, по ресторанам ходим, деньги и земли делим. И то есть, получается, что граждане, если реально так посмотреть на эти вещи, то мы можем понять одно, что не то, от какой партии ты выдвигаешься, а то, реально, что ты действительно сделал и будешь делать, и какая твоя программа. То есть, конечно, я считаю, что у горожан, я понял, у горожан есть очень отрицательное отношение к унионистским партиям, хотя все эти 30 лет мы были очень направлены на Россию или направлены на русский язык, направлены на партии, которые имеют именно статалистский взгляд или за направление к России, но развития мы не видим. Да, но последние 10 лет мы все-таки жили в векторе европейского развития. Нет. Это тоже было? К сожалению, мое личное мнение, я считаю, что нет. У нас в развитии было обогащение своих кланов, семей, партийных. Хорошо, но вот все-таки, возвращаясь к этому вопросу, все-таки в Бельцах, если напомнить те события, которые происходили в 2012 году, в 2009 году, здесь отрицательное отношение к унионистам. И выдвигаясь от этой партии, все люди смотрят не на то, что вы предлагаете им, а смотрят на то, от кого вы выдвигаетесь. И тут конкретно мы приходим к тому, что все-таки не будет ли это миша? Я не витаю в облаках. Я не витаю в облаках. Я прекрасно понимаю, что есть отрицательная реакция у многих бельчан к всему, что связано с Румынией. У многих, я не говорю у всех, у многих. Последний вопрос говорит, что 44% граждан Молдовы как бы одабривают уже объединение с Румынией. Я не хочу в этой компании говорить ни про объединение, ни про Румынию, ни про Россию, никого не обвинять. Я хочу прийти как реальный кандидат на пост примара, чтобы решать наши проблемы. Потому что примар не решает вопрос унири и не решает вопрос объединения с Россией. Примар решает вопрос у бельчан. Либо это экология, либо это экономика, либо это инфраструктура дороги. То есть это задание примара. Я как примар просто хочу навести порядок. И этот порядок, считаю, что должен быть как можно скорее наведен. Потому что у нас есть захват публичной собственности, разные схемы есть, закрытость примарии перед гражданами, нечестное отношение к бельчанам. Потому что выбирать мы их выбираем. Как говорят в русской поговорке, доверяй, но проверяй. Но вот граждане бельчане не проверяют местные власти, либо это муниципальный совет, либо это примар, что же произошло с имевшим имуществом. И я даже могу задать любому бельчаниному вопрос и сказать, вы знаете, какой общую площадь мы владеем землей, потому что это наша площадь, земля. Или сколько квартир на балансе примарии. То есть, никто не знает из бельчан. А почему? Или если задать вопрос бельчанам, какой бюджет у нас в городе, то есть по деньгам, то бельчане не знают точную сумму, что это около 700 миллионов леев. А если спросишь следующий вопрос, а вы знаете, как эти 700 леев были потрачены в последний год? По, хотя бы по общим графам, так сказать. И здесь опять ноль информации у бельчан. Как мы можем судить о том, данный муниципальный совет или данный примар хороший или плохой, если у вас, как у владельцев, потому что народ, граждане Бельц, они владельцы всего этого имущества и этих денег, они не получают информацию от своей администрации. То есть, если мы сравним город Бельце с корпорацией, в которой владельцы мы, и у нас есть администратор в этой корпорации, то мы находимся в таком состоянии. Не мы управляем нашим владением и проверяем администраторов, а администраторы управляют и скрывают, что творится с нашими деньгами, имуществом от владельцев. То есть, вот такое я вижу ситуацию в нашем городе на сегодняшний день. То есть, можно сказать так, если я не прав, поправьте меня, о том, что сами вы идеи унири не разделяете, и вы больше на эту предыборную компанию идете, как человек, который хочет что-то издеть, но под знаменами этой партии. Я не буду держать знамя этой партии, я буду решать вопросы бельчан. То есть, мы вообще должны... Я имею в виду не держать, а идти под знаменами. Я благодарен тем местной организацией этой партии, что они увидели в меня реального кандидата в примары. Почему? Потому что нет шансов у гражданского активиста собрать подписи, как назову его кандидата. Тем более, когда у тебя нет средств массовой информации и нет денег, на которые ты можешь это делать. Второе, потому что все волонтерским этаж делаем, никто нам за это не платит. Второе, мало ли какая партия согласится поставить, выявить кандидата извне партии. То есть, в данном случае я не член ни одной партии, я вообще отношусь к партиям отрицательно, в смысле, что не хочу быть членом ни одной из партий, которые есть или которые будут в нашей стране. Это мой принцип по жизни. Я уже отошел от политики партии. Хорошо, много идей у вас хороших. Но вот смотрите, возвращаясь к той же партии. Руководство вашей партии, очень часто партии под знамена, к которым вы выдвигаетесь, они часто критикуют руководство страны. Но для решения проблем города необходима все-таки связка местной власти, центральной власти. И как вы считаете, вот это не будет мешать, если нужно решить какую-то проблему внутри города, а при этом руководителя партии? Если меня будут ассоциировать с руководством партии, это может быть частично как-то повлиять на отношения центральных властей. Но считаю, что как гражданский активист, примар не должен идти с критикой против центральных властей, а должен приходить с решениями для того, чтобы центральные власти решили общие вопросы. То есть, допустим, если вопрос отопления сейчас общий, национальный, и у меня есть реальное решение, не только для Бельц, а и для всей страны, особенно для больших городов, это очень актуально. Причем здесь не нужны большие вложения, не надо сразу 20 миллионов евро вкладывать. Хватает несколько установок поставить на том же, допустим, как у нас теплогаз, термогаз на Северном, или еще такие вот есть больницы, и запустить этот процесс, чтобы не было вот этого кризиса энергетического. То есть, экономический, экологический и энергетический кризис решается одним махом. Если возьмут во внимание Наталья Гаврилица, как премьер-министр, министр экологии, то есть, окружающей среды, они смогут уменьшить вот эту нагрузку, или проблему, которая идет за счет того, что нам придется платить дороже за газ, и, соответственно, в бюджете будет меньше денег. Нам нужно срочно применять. Я думаю, что мудрые руководители страны, центральные администрации, если у них есть мудрость, они должны прислушаться ко всем мнениям. Я не собираюсь никого критиковать, потому что это никакого результата не приходит. Если прислушаются, значит, выиграем и бельцы, и центральная власть. Если не прислушаются, придется страдать и именам. То есть, мудрее прислушаться к советам, потому что это даст возможности доказать им, что они не закрыты для бельчан. И из этого посыла я хочу разговаривать с центральными властями. Даже если в этих выборах мой дебют на эту вакантную должность не обвечается успехом, хотя я верю в чудеса, Бог делает чудеса. Я считаю, что мне останавливаться не стоит. Почему? Потому что идея хорошая, и ее нужно продвигать, и нужно говорить о ней и внедрять. Даже пусть в каком-то маленьком объеме, где-то на предприятии. Как говорится, гражданский активист, когда перестает быть активным, он перестает быть активистом. В конце программы несколько близ вопросов. Один вопрос, быстрый ответ. Назовите, пожалуйста, по-вашему, какие три главные ошибки допустила предыдущая власть? Она закрылась от людей. Она не встречалась, так как обещали, с гражданскими активистами раз в два месяца. И третья, она пошла по тем же схемам, которые были до них. Сколько парков всего в Бельцах? Ну, по закону, ни одного. По статусу они являются, площади, которые мы имеем в парках, они меньше 20 гектар, и они уже переходят в категорию публичный сад. Их четыре у нас. Ясно. Сколько денег из бюджета ежегодно идет на содержание бездомных собак в приюте для животных? Ну, я не могу точную сумму назвать, но она миллионы есть. Миллион или миллионы? Наверное, миллионы. Если посчитать строительство приюта и плюс содержание, там за последние пять лет это... Сколько школ всего в Бельцах? Ну, если по старым номерам 21, но некоторые из них закрылись. На данный момент некоторые разделились на начальные, плюс-минус 20. Ясно. Ну, в принципе, то есть... А правда, ложишь дам? Нет, почему? Не мои. Все главное к тому, что я говорю о том, что человек, который хочет стать хозяином чего-то или какого-то предприятия, или даже возьмем даже какое-то маленького хозяйства, он должен знать, сколько у него кур, он должен знать, сколько у него граблей, он должен знать, сколько у него работников. Я думаю, что это хорошо показывает подготовленность человека к работе. Я... Ну и напоследок, ваше обращение к бельчанам вот в преддверии выборов, у нас программа сегодня такая больше ознакомительная идет. Я думаю, что за последний месяц, который будет, у вас будет достаточно времени на дебатах представить свою программу. Основные тезисы мы сегодня, бельчане, услышали. Ваш посыл к ним, что бы вы хотели им передать? Ну, уважаемые бельчане, так как я хочу поменять отношение граждан к администрации города, особенно к примару, хочу прийти с новым совсем подходом к работе примара. У меня вот есть закон о местном публичном управлении, я его уже давно читаю, изучаю, не только его, и считаю, что в нашем городе ни один примар не выполнял свои обязанности, так как положено по закону. И хочу, чтобы обязанности примара были связаны с тем, что он служил народу, не скрывал ничего от народа, и чтобы примар был открытым к прессе, открытым к журналистам, открытым к общественникам, чтобы публичное имущество стало полностью известным, в каком оно состоянии для каждого гражданина. Считаю, что мы, как граждане, я тоже часть этого города, имеем право ощущать и чувствовать себя владельцами этого города, а не рабами в этом городе, не работниками на кого-то. То есть думаю, что именно вот это отношение к примарам, чтобы поднять статус бельчан перед некоторыми кланами, будучи партийными или бизнес-кланами в нашем городе, до такого уровня, чтобы голос бельчан был на первом месте. И это буду проводить через консультации с жителями, через референдумы с жителями, потому что есть очень много вопросов, которые нужно решать общими усилиями. И думаю, что это у меня получится. Сегодня с нами был за чашкой кофе разговаривал Максим Бурдужа, представитель, кандидат в примары, который хочет изменить отношение к власти. Большое спасибо, Максим. Спасибо, Михаил, вам. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok